привет уважаемые друзья и f23 вот такая температура такой фонарь вы еще не видели здесь есть просто все да ну давайте посмотрим так порнтаймом 4000 люмен максималка ну и в общем тестах все увидим вот такой светильник которым объединено все и даже то что я сначала не понял зачем то есть вот например вот такой вот момент ну сейчас дальше все по порядку значит ребят 4000 люмен есть клипса внутри аккумулятор 21700 емкостью 5000 миллиампер часов огромная крышка которая имеет себе магнит довольно широкая с широкой площадью соответственно фонарь такой тяжелый хорошо держится аккумуляторы сафир на не проверены действительно емкость соответствует то есть то что аккумулятор идет в комплекте это очень я считаю важное преимущество значит друзья вот это вот функция она реально поднимает настроение то есть такой ночничок романтический не очень яркий правда ну достаточно хорошо и чуть ли во все видно там радиусе 3-4 метров сейчас раз два три другой два сразу горят или один то есть или вот так вот ну сейчас мы разберемся в управлении значит ребят если сравнивать и что тут есть рядышком у нас nightcore lr 60 или 70 но они могут лишь вот крепиться статично где-то то есть тут клипса есть можно вот в движении освободить руки то есть где-то прикрепить ее на воротник на какую-то ткань своей одежды ну плотную естественно там в домашнее если на футболочке конечно тяжеловат довольно в принципе это очень хорошо этом а вот этот вот основной луч он если направлен в потолок он очень хорошо рассеивает и как раз он выполняет эту функцию освещает комнату помещения очень хорошо так как это повторяю средний бой фонарик противоударный с двух метров можно уронить ничего не будет ну здесь земля конечно два метра вот такой любой фонарь из базара принципе выдержит ну а зачем его с десятого этажа кидать этому не проблема той нырять наверно не стоит главное что резиночка есть воду грязь не пропустит это главное если не заблокировал фонарь может нажаться поэтому нужно раз два три четыре все теперь если нажимаем ничего не будет потому что бывало у меня взял фонарь полностью зарядил подготовил само нажалось в рюкзаке и высадилась сейчас жмем еще единственное что при зажатии у нас включается минимальный режим на всякий случай мало ли мозги отключились полностью либо попал в руки человеку где необходимо это он не знает как же подсветить себя под ноги мало ли экстренный случай какой-то это тоже правильно сделали нажимаю и меняются у нас режим чеки естественно хотелось бы чтобы это делалось автоматически ну для какой-то романтики праздника какого-нибудь может в качестве какой-то гирлянды вот такой но настроение подымает принципе знаете надоел один свет другой включил позитива мало сейчас наше время тут разве какой-то фонарик простой да не такой дорогой я ссылку оставлю посмотрите настроение подымать то есть повесить его там на штаны какие-то даже можно ну на крайняк я понимаю так показываю просто что вот как-то висит понимаете как-то висит главное что она довольно таки глубокая клипса длинная не выпадет как раз вот под такой размерчик я принципе этим фонарем друзья закрыл вопрос от пауэрбанка ручного фонаря светит он у 4000 люмин то не каждый с ним сравнится вот ну и налобника конечно не в полной мере но если допустим его вот таскать вот такую связочку этот и этот в принципе вполне это логично то есть этот может зарядить вот такой тут у нас один и тот же порт ну единственное нужно будет купить проводочек двусторонний тайпсишный одинаковые порты на это тоже ссылку оставлю светит нормально он достаточно долго и принципе не всегда у нас есть возможность пользоваться этим повесим на грудь но я уже пользовался в принципе можно единственное что мне не понравилось 66 500 у меня кажется что как-то он теплее тепловат тепловат мне хотелось бы более но не холодные а более нейтральный свет и повысить яркость цветного цвета тоже друзья вот вот это все это вся яркость вы видите что принципе что посвятить комнату как-то сделать вот такой декор более заметный ощутимый осязаемый но этого недостаточно но в принципе если полная теме то нормально нужен цветной конечно же три раза цветной один клик дальний два клика боковой три клика извиняюсь три клика цветной кстати если нужен маячок два раза включаем вот такая ситуация как вызвать основной дальний свет один раз последний запомнившийся фонарю режим включится и удержанием мы меняем свет и в боковом и в дальнем вот удерживаю если нужно максимальный я отверну чтобы не слепить вас два коротких нажатия turbo режим касается и бокового и дальнего если нам нужна плавная регулировка четыре коротких клика а сигнализировал и теперь друзья удерживанием кнопки я плавно меняю режим при удержании кнопки включится минимальный режим дальнего света один любит выключаем если был последний использованный режим боковой а как его вызвать двумя короткими кликами то при удержании включится не первый как я показал а боковой тут есть истробоскопы еще это не разобрался толком но он тут точно есть достаточно нормально лупит то есть все что нужно в быстром доступе погружаясь управление понимаешь логику вот для такого фонаря с дополнительными органами хочется чтобы было приятно как-то празднично всем внутри на дети включил подсветочку себе там оранжевую посидел там на следующий день другую вроде бы как мелочь а приятно ты все это в таком компактном размере то есть это не гирлянда какая-то там шнуры провода сопли все вместе собрано сафир радует своей доступностью качеством нормальным вполне вот это 23 я считаю что ну нормально он рванул вперед как бы потому что тем рассеянным светом на и коровским редко так кто пользуется и кстати он то полегче еще вот я думал ну да возьму я себе lr 60 и потом 70 вышел задумался какой брать ну там же две банки 21 700 до 10000 классно но если по городу мотаться если так ну более-менее все спокойно тяжеловат все-таки тяжеловат ну кого силы есть смотрите все всем пока подписывайтесь на канал ребят спасибо большое за ваше внимание